У нас на связи Сергей Мигдаль, военный эксперт, бывший офицер Международного управления полиции Израиля. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Не могу вас не спросить. Вот Зеленский накануне уже, собственно, года войны заговорил о том, что ситуация действительно сложная, что можно сказать, что вот это вот наступление российской армии, которое мы обсуждаем уже некоторое время, уже несколько недель, все только о нем и говорят, что оно фактически началось, что прибывают новые подразделения вагнеровцев и кадровых офицеров, пытаются прорвать оборону украинской армии, усиляя, что ли, собственные действия новыми военными и новыми какими-то резервистами, которые подвозят россияне. Скажите, пожалуйста, вот вы, как военный эксперт, можете определить, что является вот этим критерием начала наступления, и действительно ли наблюдается сейчас, как это изменит ситуацию на Франции? Ну, у нас еще недостаточно данных. Обычно, когда, например, военные разведки любой страны или армии пытаются оценить, будет наступление противника или нет, тут много всяких неизвестных в этой формуле, да, на выходе из которой следует, будет наступление, нет и где, и когда оно будет. Это от того, что видит военная разведка от всех своих источников, как технических, так и человеческих, human, прибытие новых сил, командиров, развертывание штабов, развертывание складов, артиллерии, ракетных боеприпасов и других, развертывание военных госпиталей поближе к фронту, что происходит на дорогах и на железнодорожных узлах, на дорожной сети вообще, в какую сторону все идет. И вместе с этим то, что удается перехватить, например, из сети связи, и всегда, как всегда, самая проблема и самая сложная часть – это узнать, что реально планирует руководство противника, именно его политическую руководство и генералы. Как известно, практически невозможно узнать, что происходит у человека в голове. Тем не менее, можно получить какие-то индикации, особенно если есть какие-то разведывательные возможности и источники, скажем, близко к каким-то людям, которые принимают решения, поскольку, в конце концов, Шива в мешке не утаишь, и при таких крупных военных операциях об их подготовке знают немало людей. И не обязательно иметь среди своих каких-то агентов, там, генерала или вице-президента, чтобы получить достаточно точную информацию. Это может быть какой-то технический работник, шифровальщик, секретарша, адъютант и так далее. И когда все это вместе собирают, можно понять уже, когда и где будет наступление. Соответственно, кстати, наступающая сторона, которая готовит, она обычно пытается предпринять меры, чтобы соперника, противника обмануть, которые иногда могут дойти очень далеко от каких-то надувных пушек, ракет, и подобного, вот, и до создания целых фантомных армий и штабов, как, например, при подготовке высадки в Нормандии, американцы создали целую фантомную армию, которая существовала только на бумаге. Ведь у армии генерала Паттона, которым был придан целый штаб, которые усиленно там напротив ПД Калле разъезжали на джипах и грузовиках, были построены целые базы, на которых были надувные фанерные танки, БТРы, грузовики, для того, чтобы убедить немцев, что высадка будет происходить в Паде Калле, в самом узком месте Ла-Манше, а не там, где она на самом деле произошла. Из-за этого немцы пришлось им свои силы и так ограниченные распылять на сотни километров по берегу. Может быть, российское командование пытается сделать то же самое. Например, те какие-то усиления атак вот напротив Лимана в Донецкой области, то, что мы видим, это может быть, как ни странно, какой-то ложный или отвлекающий маневр. А само наступление будет через несколько недель совсем в другом месте. Скажите, как вы считаете, вот это вот слова Зеленского, это некая важная риторика, рисована, например, западным партнером, чтобы они ускорили поставки военного оборудования. Или это реальное состояние дел? Я думаю, что Зеленский очень четко, всегда и продуманно выбирает то, что он говорит, свои выражения. То есть это, безусловно, намеренно. Не факт, что это отражает положение дел полностью. Но того, что он говорит, как я понимаю, есть определенные цели, есть внешние и внутренние. Внутренняя цель – это как бы подготовить украинских и военных, и население к очередному витку военных действий, сражений, к жертвам, к тому, что будет. Это нужно мотивировать и военных, мотивировать и гражданских на Украине. Это непростая задача. И Зеленский этого не умеет делать неплохо. А вторая составляющая – это именно для внешнего потребления. Еще раз, мы не знаем, насколько эти данные точны, именно потому, что Зеленский в своих выступлениях преследует письма о определенной цели, улучшить ситуацию для Украины. Но тут конкретная цель, безусловно, да. Поскольку это наступление ожидается, мы точно не знаем, когда, но тем не менее, с этим согласны и западные аналитики, значит, Зеленский очень как бы четко намекает на то, или в открытую говорит, что Украине понадобится еще больше помощи, как финансовой, экономической, так и военной, для того, чтобы это наступление успешно отбить. Несмотря на то, что все внимание приковано к Украине и к фронту, на самом деле мы очень мало чего знаем и очень мало понимаем, что на самом деле там происходит, потому что действительно очень много внешних пиаровских действий. Например, пригожинские наемники ЧВК Вагнера опубликовали фотографию, где одни такие бравые солдаты заявляют о том, что они взяли небольшой жилой какой-то пункт, поселок, который называется Сако и Вансетти. После чего журналисты немножко поискали и выяснили буквально, в Википедии, что в этом Сако и Вансетти живут три человека. Возможно, это вообще единственный дом, который олицетворяет этот населенный пункт. Между тем, картина выглядит так эффектно, огромное какое-то очень впечатляющее оружие, вот у них и гитара, и флаг, и сами они вооружены до зубов, и кажется, что это какая-то огромная победа. А на самом деле это фикция, это ничего, это пиар. На самом деле, действительно ли удается сейчас российской армии продвигаться вперед, таким образом добиваясь каких-то временных, возможно, успехов? Я бы не умалял, особенно в нашем XXI веке, важность пиара, public relations, восприятия того, как воспринимает общество и люди вообще, то, что происходит. То есть это было всегда важно, а в эпоху таких массовых коммуникаций еще важнее, скажем, для того же Вьетконга и вьетнамских соперников американцев было очень важно, например, когда они в январе 68-го года в рамках наступления ТЭД проникли в самый центр Сайгона и чуть ли не захватили американское посольство, осаждали его несколько часов. Там было огромное количество жертв. Да-да, это как бы само по себе, даже если бы они убили американского посла, не остановило бы войну, но вьетнамцы и их сторонники во всем мире ощущали это как большую победу, как показатель воли вьетнамцев сопротивляться этой сверхдержаве Америки. И это, кстати, все то, что тогда произошло и имело потом, как мы уже знаем, теперь задним числом огромное влияние в самой Америке. Сбросило с глаз многих американцев ту иллюзию, что скоро там все закончится и мы находимся в шаге победы, и все успокоится, и наши ребята вернутся домой и так далее. И что вызвало гигантский всплеск активности общественной против войны во Вьетнаме и с известными нам результатами. Поэтому неудивительно, что, скажем, российская сторона даже каждую маленькую победу таким образом восхваляет и раздувает, но особенно, естественно, группа Вагнера, у которой, как вы знаете, свои цели, там ведь происходит еще борьба за ресурсы между Вагнеровцем, между народными милициями ДНР, ЛНР, регулярной армией, отрядами Кадырова. И я думаю, что все эти достижения и все эти реляции ложатся на стол президенту. От этого зависит много от того, кто будет больше в фаворе и кто получит больше ресурсов, поэтому неудивительно. История, конечно, Сакка и Ванцетти забавная. Таких городишек и сел и деревень полузаброшенных полно и в Украине, и в России, как известно. Просто все полезли и стали вспоминать, кто такие Сакка и Ванцетти, герои и мученики рабочего движения и ворцов за права трудящихся. Но это уже как бы другая совсем история. Если говорить о продвижении российских войск, оно, как мы знаем, есть, оно очень медленное. Война началась 24 февраля, а до сих пор, как мы видим, некоторые бои происходят не так далеко от западных окраин города Донецк и Макеевки, где они были в течение последних нескольких лет до этого, что означает очень мощное, очень медленное продвижение по-прежнему. Уже нету таких прорывов, которые были в пользу России, российской армии в первые дни войны, когда оборона украинская была не готова к такому массированному удару. Еще одна важная тема. Военные эксперт британской разведки рассказывают, что из-за войны в Украине Россия потеряла всю свою главенствующую роль на рынке вооружений. Сообщают, что если раньше Россия зарабатывала этим огромные деньги, был очень большой рынок сбыта российского оружия, то теперь все оружие, видимо, идет на войну в Украине, и весь этот рынок потерян. А вот по вашим данным, по вашим впечатлениям, действительно ли это так? Я не знаю, потерян ли он полностью, но действительно очень большая часть его потеряна. Это большая проблема. Просто это вопрос приоритетов. Во-первых, мы видим, что часть различных систем вооружений, которые уже были выделены на экспорт по подписанным контрактам в различные страны, Африки, Азии, Латинской Америки, вместо того, чтобы пойти к заказчику, мы, люди, замечают их аналитики на фронте в различных частях линии соприкосновения украинских и российских войск, то есть потому что из-за огромных потерь в прошлом году пришлось часть из этой техники, которую уже обещали покупателям, за границей срочно отправлять в российские войска. Это во-первых. Но есть еще и вторая часть этого вопроса. Это именно то, что вопрос санкций, наложенных на Россию, да и ее партнера Белоруссия тоже, которые означают, что многие страны, которые раньше с удовольствием покупали лучшие экземпляры российской техники от танков и самоходных орудий до самолетов и в первую очередь зенитно-ракетных комплексов, что есть самое лучшее на данное время, что есть вообще в России, среди них лучшие системы в мире есть. Теперь многие страны, которые хотели их приобрести или приобретали раньше такие системы, теперь боятся это делать из-за санкций, наложенных Западом и Соединенными Штатами Америки. Даже, в общем, если это как-то санкции не имеет к ним какого-то прямого отношения, многие из этих стран хотят сохранять хорошее отношение с Западом, в первую очередь торгово-экономически и политически, и они теперь зачастую, то, что раньше для них было естественно, подумают семь раз, прежде чем купить какую-то российскую систему, и мы уже видим и примеры яркие, это Египет, Индонезия, Марокко, кстати, и даже тот же Алжир. Я уже вижу, что алжирцы, например, сейчас там идут конкретные разговоры, и недавно вот был большой визит министра обороны Франции, по-моему, в Алжире, речь идет о покупке систем вооружения у Франции, вместо того, что раньше уже много лет они закупали огромное количество оружия в России. Но поскольку Алжиры сейчас очень важны, и они видят себя, кстати, одним из важных поставщиков газа, а там большие газовые месторождения, именно в Западную Европу, заменяя практически Газпром на этом поприще, в рамках вот этих соглашений о поставке газа во Францию и в Италию, между прочим, а позже, наверное, и в Германию, они там идут разговоры о закупке теперь новых, например, танков или других систем у Запада, уже у Европы в первую очередь. То же самое, например, Марокко, года, которое столько лет покупало вооружение российское, в том числе, например, и в Белоруссии, но с разрешения Москвы это делалось. А теперь они хотят, мы слышим, что уже начали поставлять эти модернизированные в Белоруссии советские танки в Украину, речь идет о том, что первые 20 уже поставлены, и может быть поставлено более 200 таких танков, а вместо этого они хотят купить либо французские танки «Леклерк», либо американские «Абрамс». Поэтому, безусловно, вот этот фактор очень повредит военной промышленности, но еще раз, это совершенно объективная реальность, поскольку сейчас все силы российского военпрома будут брошены на поставки оружия и боеприпасов для российской армии на фронте. Спасибо большое. Это был Сергей Мигдаль, военный эксперт, бывший офицер Международного управления полиции Израиля. Продолжение следует...